Я, кстати, когда увидела вот эту вот девочку, подумала, что она очень похожа на меня. Она такая же какая-то, суперсобранная. Началось все в восемнадцатом году. Я, приехав из маленького города, решила поступать в театральную академию. И почему-то в первый год я решила, что я точно не хочу учиться в Москве, я по-любому буду учиться в Питере. Первое мое прослушивание, я начала читать свою программу, а это оказался мастер-режиссер, который очень любит Пушкина. Я читаю, читаю, мне говорят, девушка, у вас Пушкин есть? Я говорю, нет. И они говорят, спасибо. И вот тогда я думала, что, конечно, моя жизнь кончена. И начала рыдать. Обиделась на весь мир. Мне казалось, что тогда были виноваты все. А на второй год я тоже решила, что в Москву я не поеду. Поступала снова в академию. И это был единственный мастер, которому я счастлива, что я не поступила, потому что это было так изнурительно. Я вышла, и я как будто бы почувствовала свободу. Как хорошо, что я не поступила. Потом был третий год поступления, случился коронавирус, и это вообще трэш, потому что все поступление в театральный было через видео, вот в камеру. Ну и я везде пролетела, и вот 21 год. И мою фамилию не называют опять. И меня это так вымесило, я реально не понимала, почему. Я увидела, что этот мастер вышел как раз на улицу, и я побежала за ним. Я остановила его. Я говорю, здравствуйте, я сейчас у вас была в десятке. Скажите, пожалуйста, ну что не так? Девушка, у вас маленький рост и большая голова. Куда вам в актрисы? Я первый раз вообще столкнулась с каким-то абьюзом таким. Наступил 22-й год. И получается, что прошло ровно 4 года с момента моего первого поступления. И это было по-другому уже тяжело, что ты понимаешь, что твои ровесники уже дипломированные специалисты, а ты еще никто. И я поступала уже и в Москву, и в Питер. По фамилиям называют список, кто проходит дальше. И меня не называют. Но мне помогли опять люди. И в 22-м году у меня начали, правда, появляться проекты. Меня взяли в один проект, потом меня взяли в другой проект. У меня появилось еще больше связей. Все это повлияло на меня. И вот в 2023-м году я снова иду поступать. и понимаю, насколько мощно я прокачалась. Меня в Москве сразу же берут во всех мастерских с первого тура сразу на второй, на второй, на второй, на третий. Я такая, офигеть, это реально работает. Когда ты начинаешь верить в себя, то и вселенная верит в тебя и помогает тебе. В одной из мастерских сидел мастер и женщина-педагог. И я вижу, как она сильно подключилась ко мне. И меня пропустили. Потом я пришла на второй тур. И называют мою фамилию, и это все, кто прошли. То есть я одна прошла из всей десятки. Приехала на третий тур. Он прошел очень быстро. Меня взяли. И я такая, походу, я уже у цели. И нам говорят, сегодня будет вечером дополнительный тур. Мы посмотрим на вас еще раз. Мы приходим вечером. Нас слушают. Снова объявляют результаты. И мою фамилию не называют. Я вижу, что эта женщина-педагог стоит в углу. И я пытаюсь к ней подойти. И она так... Вика, пожалуйста, не надо. Ну что, как бы, ей самой очень тяжело сейчас. И я такая... Хорошо. Ну и в этот момент, как будто бы... Ну вот, окончательно все рухнуло. Та женщина не выходила у меня из головы. Я решила ее найти, может быть, в соцсетях. Просто потому, что мне хотелось очень сказать ей спасибо. А я понимала, что... Ну, навряд ли мы еще когда-нибудь встретимся. Я нахожу ее в соцсетях. И просто пишу ей слова благодарности. Что? Спасибо, что вы поверили в меня. И она мне отвечает. И она отвечает, причем не обо что. Она говорит, Вика, я уверена. Я считаю, что ты достойна учиться в ГИТИСе. И достойна учиться на бюджете. И тут же эта женщина мне помогает. Говорит, что ты знаешь, что еще есть? Вот, прослушивание вот в эту мастерскую. Прошла один тур. Потом нам сказали, что дальше будет следующий тур. И уже конкурс. Прошла все это. Мне говорят, что, скорее всего, меня, может быть, на бюджет не возьмут. Я понимаю, что... Ну, у меня нет возможности учиться на коммерции. И тоже, ну... Просто появляется шанс. Мне выделяют спонсорское место. И говорят, что, ну, все. Я такая, ну, то есть, платить не надо будет. Они такие, нет, нет. И я такая, и что, и все? Ну, то есть, я всегда себе представляла этот момент, что я буду кричать, я буду реветь. Я буду... У меня будет там... У меня был просто ступор. Я вот так вот стояла. Я такая... А, надо маме позвонить. Я говорю, мам, я в ГИТИС поступила. Такое долгое молчание она говорит. Это розыгрыш? Я говорю, нет, мам, я правда в ГИТИС поступила. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok